Каждое лет в Екатеринбург устремляются десятки тысяч выпускников школ из маленьких городов, ищущих самостоятельной жизни, претендующих на места в высших учебных заведениях или устраивающихся на работу. Первое, в чем нуждаются эти молодые люди, это в жилье в новом городе. Многие из них становятся жертвами нечистоплотных риэлторов. В редакцию ТАО обратились сразу несколько молодых пар, ставших жертвой обмана со стороны конторы, рекламирующей себя как агентство по подбору жилья «Аренда-24 ЕКБ». Принадлежащей индивидуальной предпринимательнице Зазули, вот эта энергичная женщина, контора обосновалась в самом центре города, на углу Вайнера и Радищева, рекламирует себя на собственном сайте в социальных сетях и на авито, предлагает тысячи вариантов квартир и обещает сопровождение индивидуального менеджера до самого заселения. Не за красивые глаза. Самая простая услуга здесь стоит 12,5 тысяч рублей, но никто из обратившихся к нам и их клиентов не только не заселился, но даже не увидел обещанной квартиры. За два дня мы договаривались с вами, чтобы приехать. То есть, в принципе, два дня могли бы написать на следующий день, что не получится у собственника, списаться с собственником. Уточняли несколько раз по времени, точно ли вам будет удобно, может стоит перенести. Нет, все хорошо. Нам удобно, нам комфортно, вы сможете приехать, мы все сделаем. А по итогу что? А нам где, если бы у нас не было друзей, где бы мы ночевали в незнакомом городе? Юля и Иван приехали в Екатеринбург из города Азбест. Необходимость была просто снять жилье, чтобы, в принципе, просто жить. Захотелось увидеть большой город, попробовать себя в нем. К тому же я работаю в этом городе, поэтому мне поближе добираться до работы. Переехали, и работу найти, и по учебе, практика будет. Ну давай тогда расскажи, когда с вами и что произошло? 22 мая мы нашли на Авито квартиру, связались, она очень хорошая, район приятный. Ценник смутил немного, но подумали, может быть, это удача, и нам повезло. Ну что за ценник, что за квартира? Квартира была однокомнатная на Динамо, 30 квадратов, большая вполне, в трех минутах буквально от метро. Ценник 20 тысяч коммунальной услуги, ну смутило, но цен не знаем. С нами связали же в ту же минуту, но женщина написала то, что хозяева квартиры на данный момент уехали. То, что они не из Екатеринбурга, и квартиру посмотреть сегодня не получится. Пообещали перенести на завтра, но завтра не ответа, не последовало. Рюкзак с вещами и пакет тоже по мелочи в основном. Тебе по телефону уверяли, что вот эта квартира, которую ты выбрал, и сейчас ты в нее заедешь, только деньги заплатили, да? Они сказали, да, то есть ты приезжаешь, мы подписываем договор, едем смотреть квартиру, и по факту сразу либо заселяемся, либо нет. Я согласен сказал, хорошо. Ни с кем из вас, то есть работа не производилась, не велся под двор, никто вам ничего не предлагал, правильно я понимаю? Вы первые сами нашли, сами захватили, сами написали, сами поехали. А в чем тогда ваш смысл? Я понимаю, если бы мы пришли к вам без своего варианта. Еще одна молодая пара, тоже Юлия и Юра. В Екатеринбург перебрались из разных городов. Юлия из Верхней Пышмы, Юлия из Березняков, Пермского края. В уральской столице оба работают бариста, варят кофе в общепите. Мы сначала жили на компрессорном, вот, это очень далеко, мы устали ездить и решили найти более подходящий для нас вариант, где-нибудь поближе к центру, искали на Авито и нашли там одно объявление, которое нас очень заинтересовало. Ну вот, мы созвонились, нам сказали, что это риэлторская компания, нужно будет подъехать к ним в офис, там уже все обговорим более детально. Ну и вот, мы поехали в офис, который находится недалеко от Гринвича. Что это было за квартира, сколько стоит, что это представляет, где находится? Это была студия в двух минутах от пассажа, то есть прям центр города за 25 тысяч. Вот, ну там, что получается, 25 плюс коммуналка по оплате, ну и вот там еще комиссия вот этой компании, ну и залог. Мы пришли, нам начали отдавать всякие бумажки, говорить и знакомиться, параллельно нам накидывали информацию, и было достаточно тяжело сосредоточиться и на том, и на другом, вот, поэтому договор я читала достаточно мельком. Ну и все, потом мы подписывали, и дальше нам сказали, что нужно заплатить как раз комиссию вот эту, 12,5 тысяч. Отправили в соседний кабинет, там я оплатила, нам выдали чек, мы все, сказали, ожидайте инструкции по WhatsApp, там будут вас курировать полностью. Мы ждали очень долго после работы, несколько часов, нам сказали, что собственники не в городе, вот, и они подъедут только после 8.30 вечера. Мы дождались почти до конца нужного времени, вот, я постоянно писала, спрашивала, как дела, мне толком ничего не отвечали, и за полчаса до показа квартиры мне написали, что, оказывается, там есть еще женщины и другие люди, которые до нас будут смотреть квартиру, о чем заранее нас не предупреждали. Но в итоге мы так и не дождались встречи, потому что нам сказали в самый последний момент, что сдали другой женщине. Ну и вот, как-то так. И вам вернули деньги? Нет, нам ничего не вернули, сказали, что просто скинут другие варианты, ну, то есть, подбор жилья будет продолжаться. Мы сказали, что нас интересует именно та квартира, нам сказали, что, ну, все, увы, типа вот. Найдя поддержку в лице волонтеров гражданского сообщества «Заступники», две молодые пары, обратившихся было больше, но те не смогли подъехать, в сопровождение съемочной группы ТАО отправились в офис недобросовестного риэлтора. Вскоре в офисе появился мужчина, представившийся руководителем Владимиром. Мы деньги за вперед берем, а что они сказали-то именно по услугам? Ну, вообще ничего, квартиры нет. К нашей съемочной группе присоединился аттестованный риэлтор одного из старейших катеринбургских агентств недвижимости Андрей Гацкевич, который рассказал, как должны выглядеть цивилизованные отношения риэлтора с клиентом. Лайфхак. Никогда никому деньги вперед мы не платим. Это как в магазин. Ты зашел за товаром, посмотрел дату, посмотрел акции, ты выбрал, взял этот товар, принес на кассу и только на кассе оплатил. И тут то же самое. Вы, если попали в агентство недвижимости, вам отвечают риэлторы, приглашают вас в офис, а не в квартиру. Не надо ехать. Встречаются только на объекте, а деньги передают только, когда вы убедились, что перед вами есть собственник. Вы платите собственнику деньги и потом оплачиваете комиссию риэлтору. Никогда вперед платить не нужно. Как еще называется ваша контория? Это агентство недвижимости или как? Правильно? Это не совсем агентство недвижимости. А как правильно, скажите? У нас, как, что вам сказать? Это вы риэлторы? Нет, мы не риэлторы. Здесь работают менеджеры по подбору жилья. Как правильно называется? Правильно. Агентство недвижимости риэлторское. Да как удобнее так и называют. Это называется информационщики. Они действуют очень давно, никуда не делись. Они стали умнее, стали делать лучше договора, не в пользу потребителя. Отличие риэлторского агентства от информационного в том, что риэлтор берет деньги за заселение клиента в квартиру. А информационщики только лишь за предоставление списка объявлений об аренде. Которые клиент и сам может бесплатно найти в интернете. При этом они даже не проверяют, реальны ли эти объявления или фальшивы. То есть вы даже не уверены, что эта квартира может быть в Екатеринбурге, она существует, может быть реально в этом уровне. Вы просто, ну надо, вы доверили, потому что вам денег не существует. В любом случае, ну если ее, допустим, возьмем в тот момент, ее не существует. Что произойдет при личном? Ну что есть, мы приехали, у нас, наша квартира не существовала в Екатеринбурге. Ее не было по адресу, потому что в этом доме не такая, мы связались с людьми, которые живут в этом доме, потому что планировка квартиры совершенно не такая. И каждому клиенту перед оплатой четко доносится информация, что оплачивается не за квартиру, не за снятие, не за просмотр, не за номер телефона, а за услугу по подбору жилья, которая будет оказываться клиенту. Подождите, у вас менеджеры... Давайте конкретно общаться по предмету нашего договорных отношений. У вас сотрудники, какое носят название, кто они? Менеджеры. Менеджеры по подбору жилья. Нет, у вас девушка говорит, менеджеры по заселению. По заселению. Что меняется? Ну, услуга-то о заселении несколько другое представляет. Как можно фейковую квартиру заселить? Фейковую никак не заселишь. Ну, а зачем она деньги берет за фейковую информацию? Набрав в поисковике название этой конторы «Аренда-24 ЕКБ», можно встретить десятки негативных отзывов клиентов, ставших жертвой информационного мошенничества. Юрист Алена Холназарова посоветовала им, что делать в случае такого обмана. Просто нужно понимать, что с точки зрения закона, услуга, если не оказана, а денежные средства взяты вперед, нужно просто эти деньги попросить обратно по претензии, как это делается по закону о правах потребителей. Но в данном случае писать претензию и ждать 10 дней нет смысла никакого, потому что на просторах интернета у этих ребят, которые их обманули, очень много негативных отзывов. И сразу же понятно, что людей они очень много обманывают. Также телефонные номера, на которые невозможно дозвониться, также мы у них были сегодня в офисе и видели кучу сим-карт, разбросанных по столам. Значит, регистрируются сим-карты на какие-то левые номера, скорее всего так. Увидев толпу решительно настроенных людей с видеокамерами, руководитель аренды «24 ЕКБ» Владимир принял единственно правильное решение. Обе молодые пары, Иван и Юлия, Юрий и Юлия, получили назад свои 12,5 тысяч рублей, чему были очень рады. Хочу скажите, как дальше намеренный квартирный вопрос решить? Мы его уже решили, просто у нас теперь есть много долгов, которые нам пришлось брать, но, по словам, очень рады, что смогли вернуть эти деньги, потому что хотя бы какую-то часть долгов мы закроем, и правда, спасибо вам большое за то, что помогли нам с этим. Ну что, друзья, растражение состояло, деньги вам вернули? Вернули! Ура! Очень большой! Конечно, мы рады, но дело в том, что на вопросе почти не было ответа. как, как, достоверного ответа, который нам хотелось бы услышать. Не было ни признания, были только вот… Он извинился. Он извинился, извинения, конечно, ладно, мы принимаем, деньги нам вернули, но все-таки хочется, чтобы меньше людей попалось вот сюда. Как они говорят, у них много довольных клиентов, мне очень хочется узнать. Если кто-то из того, кто это посмотрит, стал довольным клиентом ЕКБ-24, напишите комментарий, я хочу вот посмотреть, пообщаться с вами, спросить, как у вас это произошло. Большое спасибо команде вашей, Женя, Аня, Алена, все, Женя, вы очень классные ребята, помогли нам. Спасибо. В следующий раз зовите нас тоже подобные. Рви пополам на мелкие частицы. Еще рви. Клайчик съем. Вот так.